В эфире программа «Открытый разговор». Здравствуйте, в студии сегодня Каебек Камбаров, председатель ассоциации Жанар-Жагармай по ЮКО, или, говоря просто и понятно, председатель ассоциации автозапрасчиков Южной Казахстанской области. Здравствуйте, Каебек Жаубаевич. И тема у нас, естественно, будет вертеться вокруг горюче-смазочных материалов. Последний подарок от родного правительства – это отказ от регулирования цен на ГСМ, кроме, если я ничего не перепутал, 80-го бензина и дистоплива. Как вы оцениваете эту меру? Что она вообще может дать для рынка ГСМ, пока она дала повышение цены? – На сегодняшний вопрос очень актуальный. В самом деле, это сделано так, чтобы избежать дефицита в будущем. Так как, сами знаете, у нас в республике имеются три завода перерабатывающих, они не до конца, то есть где-то 3-40% не вырабатывают именно АИ-92, АИ-93 бензина. Поэтому государство, наше правительство, вынуждено было, значит, пустить цену, чтобы она сама регулировалась. И, естественно, вот эти 3-40% она импортировалась из России в основном. – Там цена стабильно выше казахстанской? – Да. И сейчас пределы, вот такая цена, пределы 125-130 тенге. – То есть, вот первый результат отказа от регулирования розничной цены – это подравнивание подроссийские? – В избежание дефицита, я как выше говорил, в избежание дефицита, чтобы рынок не подскочил сразу, там, за 150, как все говорят. Да вот, чтобы регулировано, значит, обеспечение потребностей населения, каждую область поддельность, по всей республике. – То есть, по многочисленным просьбам трудящихся и из заботы об их здоровье цены на табак, алкоголь, сельдь и кофе в очередной раз повысились. Что-то такое у нас было в прошлом. – Да-да, сколько я помню. – Кребек Жубач, на ваш взгляд, это даст продекларированный результат? То есть, мы избежим дефицита горючего? У меня, например, впечатление, что дефицит у нас периодически создается искусственно. Поправьте, если я не прав. – Да, конечно, я с вами не совсем согласен. В самом деле, вот, потребность республики составляет нехватка, а и 92-го, 93-й бензин, именно в пределах 30%. Как до этого завозилось в России, в последние годы, в избежание, наверное, дефицита, самое главное, вот, цель, да, вот, чтобы обеспечение полностью потребностей населения. И тут, понимаете, раньше она, вот этот 30%, и раньше было, например, в России, если будем говорить, 130-й бензин стоило, у нас 108. Вот эта разница, она дататировалась, например, компания «Казумный газ», поставляла, импортировалась из России. Вот эта разница, значит, государство платило «Казумный газ». Сейчас, чтобы выйти теперь, чтобы не платить, я думаю, чтобы вот это не дататировать, чтобы не было дотации, и, естественно, государство, если в такой кризис не верен, приняло такие меры, мне так кажется. Это, да, на самом деле, вот, я считаю… – Но результат от них будет, по-вашему мнению? – Ну, и результат есть, потому что сразу, на днях, буквально, сам висе министра энергетики господин Карабанин выступил уже, где-то в пределах 110 тысяч тонн, они подписали договор, будет заводиться эти так, да, также вот, потребности нашего населения. – Кайбек Жуобович, вот эти 30-40%, они, плавающая цифра, по-разному их оценивают, но, видимо, по сезону все-таки немножко разнится завоз из России. – Как правильно говорить? – Мы живем в этом режиме все годы независимости. Кто нам мешал за это время построить собственное НПЗ 2, 3, 4, 5, не знаю, сколько нам нужно вообще НПЗ, чтобы покрыть нашу потребность, модернизировать существующее? – Я с вами полностью согласен, конечно, это очень вопрос сложный, естественно, как говорится, сверху виднее, как мы всегда говорим, о том, что идет модернизация завода, трех заводов, действительно, все заводы наши устаревшие, и в 2017 году три завода полностью закончились, реконструкция всех заводов, и, как по словам министра энергетики, господин Школьный говорит, полностью в 2017 году будет обеспечено потребность всего населения. – А вы этому верите? – Я, конечно, не верю, я согласен, но, однако, понимаете, вот, я всегда говорю, со всех своих студентов, говорю, у нас как-то нет прозрачности, вот, понимаете, вот, то, что столько, вот, хотя вот из 70% можно было, вот, можно было обеспечить, потому что при этом постепенно поднимая, вот, во всех своих выступлений, в прошлом был, например, всегда мы предлагаем со своей стороны, вот, как предприниматель, как член Ассоциации, чтобы народ знал, насколько она поднимет, примерно, да, вот, например, можно поднять до 40, до 140, она постепенно дала, чтобы народ ошутил, народ был готов к этому, да, начали экономить, на сегодняшний день, ну, все уже начали экономить, например, кто-то заливал 40 лет, сейчас на сегодняшний день заливает 20 литров, и я считаю, надо, все-таки надо, нам немного прозрачности не хватает, сколько нефти перерабатывает, вот, наших трех завод, куда она уходит, эти нефти, правда, в какие области, а сколько тонн уходит, понимаете, вот это нам, вот это прозрачности нам не хватает на сегодняшний день. То есть, об этом не знаете даже вы, продающие ГСМР? Да, естественно, до конца не знаем, до конца не знаем. Скажите, Кобек Жабаевич, а примерно себестоимость переработки нефти вы знаете? Ну, вот, скажем, себестоимость 80-го бензина, который мы производим, бог с ним, с российским. Не, понимаете, у каждой компании своя же себестоимость, да, вот, например, кто-то, например, кто-то может... Ну, у нас тренд позавсего, хоть по одному, известно цифру? Нет, до конца нам неизвестно. И она никому неизвестна? Да, до конца нам неизвестно. Ну, так говорят, ну, точности не знаем, там, у каждой компании свои расходы. Но, в самом деле, вот, надо вот понять, что, если сравнивать с Арабским Миратом, там, где-то 40-50 метров колоссов можно все доставать, уже добывать нефть, например, а у нас где-то 3-4 километра, вот, понимаете? У нас расходы большие, где-то, мне кажется, вот, примерно себестоимость, да, где-то 40-45 долларов. Так как в прошлом году, например, сейчас, на сегодняшний, ну, тоже... Это как добыча вы имеете? Да, добыча. И если вот до 40 падает уже нефта, иначе нефтиная компания уже закрывается, пространавливает свои деятельности. Видимо, в прошлом году, в начале года было, и на сегодняшний тоже, конечно, очень вопрос сложный. Это тоже надо отнестись, поэтому, я думаю, надо регулировать все-таки оптовые продажи. Вот, мы, наконец-то, подошли к вами и мною очень любимые темы. Мы с вами, по-моему, уже лет 10 общаемся периодически во время бензиновых кризисов, которые нам создают. Я все-таки думаю, что их создают, а они не возникают из-за реального дефицита, потому что они как-то быстро ликвидируются. Так не может быть, если бы кризис, дефицит сложился естественным образом. Вы выступали, насколько я знаю, несколько раз с инициативой вносили предложения в правительство о государственном регулировании оптовых цен на горюче-смазочные материалы. Как это проходило, и почему предложения ни разу не были приняты? Вообще, какие-то ответы вы получали на свои предложения? Честно говоря, еще есть топливный МСССР, они тоже являемся партнерами, их членами, и без конца поднимают. И на сегодняшний день мы также являемся, я также являюсь членом регионального совета Национальной палаты предпринимателей, ЮКО, и мы постоянно поднимаем вот этот вопрос и предлагаем свои предложения о том, что надо регулировать через центральный аппарат. Какие-то ответы из правительства получали на эти предложения? На сегодняшний день конкретно такого ответа нет, конечно, все без ответов на сегодняшний день остается. Но, однако, на этом мы не останавливаемся, все-таки у нас проходят круглые столы, дискуссия с республиканским ассоциацией, с Каза Энджи. Ну, вопрос на сегодняшний день конкретно не решен. А представители нацкомпании вот в этих ваших круглых столах обсуждениях участвуют? Казмана Энджи? Честно говоря, не всегда. Бывает, например, я понимаю. То есть, фактически, вы в своем клубе общаетесь? Да, на сегодняшний день. Розничных продавцов? Ну, сейчас большая помощь идет со стороны Национальной палаты предпринимателей. Вот этот вопрос сейчас, в самом деле, вот в прошлом месяце, вот в месяц-полтора назад, действительно, обсуждался вопрос, дискуссия с центральным комитетом, дискомитет нефтогазовый, где вот выступал тоже выступлением сохранения и развития отечественных взрослых вопросов. Ну, вопрос остался открытым. Не было, даже не задавали вопросы. Не задавали вопросы. Я вообще рассказывал о том, что в клубе через 5 лет, через 10, начнем отечественных взрослых взрослых. Как их сохранить, как развивать, в самом деле, будем развивать их, либо поглощать даже большой крупный бизнес. Ну, она осталась без ответа, мои предложения. Кобяк Жилбович, а не складывается впечатление, что, в общем-то, все и ведется к тому, чтобы вас поглотил крупный бизнес? У нас не будем тыкать пальцем, чтобы на нас никто не убедился. Нет, самым бегом так есть, мы это не обрисуемся. Огромные сетевые заправки зашли, российские зашли сети. Да, в общем, вы правильно говорите. Вот сейчас, благодаря Акимату, единственное, вот это идет распределение, например, по графику Министерства нефтегаза, единственное, вот на сегодняшний день нам Акимат больше помогает. Это квоты, количество топлива на регион. Да, на регион. Вот они также имеют свои, ну, районные Акиматы, где контролируются, естественно, на той развеске, есть бизнес или нет. Вот на сегодняшний день у нас рычаг и большая помощь идет со стороны Акимата именно. Они поддерживают именно, вот, малосредний бизнес, вот. Управление предпринимательства, вот. То есть у них есть возможность лоббировать собственных продавцов? Да, у них есть возможность. И у нас сейчас мы тесно работаем с Национальной палатой предпринимателей, а также с Акиматом. Именно Акимат на сегодняшний день уходит вот по совчекам, с заводам, вот они напрямую выходят, они имеют какой-то доступ, так как они являются представителем власти же. Кребек Жубаевич, я правильно понял из вашего рассказа, что у вас доступа к оптовым продавцам топлива нет практически. То есть у нас рынок четко разрезан на два сегмента. Вот там национальная, кстати, компания, то есть государственная фактически компания, занимается оптовыми поставками, а вы по квотам, которые вам выделяет правительство... Нет, через оптовиков. Тоже через оптовиков. Нет, такова схема, вот, Игорь, поймите правильно. Значит, все заводы, а также давальственные компании, передают свои объемы. Настолько передают, она честно, вот, в каком количестве, это нам неизвестно. Видите ли, все заводы и те компании, которые перерабатывают свои нефти, давальственные компании называем, да, они все данные передают в Министерство нефтегаза, где идет распределение по областям. Настолько, в каком количестве передают, это нам неизвестно. Видимо, известно только Министерство нефти и газа. Вот это вопрос рождается. Сколько она перерабатывает, столько она передает, понимаете? Так как на рынке есть же коммерческий бензин, понимаете? Когда наших операций не бывает, и на сегодняшний день, например, коммерческие бензины продаются, понимаете? То есть, часть бензина с ЛПЗ уходит налево, так? Да, мне так кажется. Русским языком, если это назвать. Ну, таких достоинствоверных данных мы не имеем. Просто, понимаете, нам, как я выше говорил, то, что нет прозрачность, понимаете? То есть, когда свои выступления в Круговом комитете, в Национальной палате, в Республиканском комитете, когда я выступал, я так же говорил. Нам неизвестно, сколько нефт перерабатывает, сколько выходит. Какая компания, где столько перерабатывает, сколько выходит нефтепродукт-юзик. Десять тысяч, пять тысяч, две тысячи. Понимаете? Оттуда вот все. Вот это непонятки. То есть, реально, вот эта цифра о том, что у нас дефицит примерно 30-40% на рынке горюче-смазочных материалов, она, в общем-то, взята с потолка, на самом деле. Если мы не можем точно сказать, сколько производим. Нет, честно говоря, это не просто так сказать. На самом деле, так оно и есть. Понимаете? Например, по нашим сведениям, где-то потребность нашей республики составляет 17 миллионов, даже больше, 17-17,5 миллионов тонн нефти в год. Потребность, если в нефти. А на сегодняшний день... Это в сырой. В сырой нефт. А на сегодняшний день, первая власть, где-то 13 миллионов, где-то, или с половиной примерно. Вот это первая власть. Видите, отсюда 3-3,5 миллиона тонн нефти не хватает. То есть, 3 завода, они не в состоянии переработать данный объем. Естественно, вырабатывает. Она вот мало. Именно 92-й миллион вырабатывается нехватка. То есть, где-то в пределах 30% не вырабатывает. Мощности не хватает. Поэтому идет модернизация трех заводов. Кребек Жубеш, модернизация началась только в прошлом году, по-моему, реально. Или в позапрошлом. Ну, решение было принято. До этого даже об этом речи не шло. Чемкенский НПЗ, модернизация, это фактически достройка второй очереди, которая была заложена еще в советском проекте. И которая лежала мертвой. Они ее сейчас будут... Фактически, они достраивают вторую очередь НПЗ для глубокой переработки нефти. На ваш взгляд, почему не построено ни одного завода? Кто этому мешает? Понимаете, вот, Игорь, как я, конечно, точно не могу сказать, однако у нас все зависит от бюджета же. Правильно? Если бы государство есть, бюджет позволяет построил бы. Видимо, раньше были такие, может, естественные связи. Также рынок в России был, значит, чуть дешевле по сравнению, было больше доступа, понимаете. И, наверное, государство рассчитывало на Евразийский союз. И, видимо, вот с такой стилю. И мы сколько лет слышим, что будет строиться, каждый раз будет модернизироваться. Мне кажется, уже лет пять назад, вот, сколько я знаю, вот, например, начали модернизация этого завода, нашего Шимкенского. Мы раньше слышали, что от Раусского завода начали японский, начали реконструировать. То есть, Павла Водара то же самое, понимаете. И вот такие данные, когда вот не располагаем конкретно данными, конечно, трудно сказать. Но сам президент говорил, в прошлом году, если помните, надо построить. В этом году тоже говорил. Но, однако, наша правительство, наверное, посчитало свои деньги, свой бюджет, считало ненужным, наверное, построить и лучше считать средствообразным, лучше модернизировать наши три завода, понимаете, довести до такого. Затем укладывают туда еще один завод. Вот такие, наверное, другие видены сверху, наверное. Глеб Журупович, а почему мы все время говорим о бюджетных деньгах на строительство НПЗ? Это что, такой невыгодный бизнес, что частнику неинтересно построить нефтеперерабатывающий завод? Конечно, я не сказал бы нет, но самое главное, да, это, как говорится, все правительство решает же. Ну вот, не хорошо как. У них там, я думаю, наверное, сидят тоже крупные аналитики, маркетинг, исследование делает, как говорится, как бы, сверху виднее, видимо. Интересно, там сидят наши казахские или российские аналитики? Я думаю, что такая хорошая, хорошая доля рынка закрывается русским бензином, и это явно кому-то в России очень выгодно. Да, действительно, я с вами полностью согласен, надо все-таки построить один завод, как бы не было, население растет, видимо, правительство не рассчитало, а сейчас, раньше, помните, там через день или в одну улицу только на две машины было, сейчас в каждом доме по две машины. автопорок увеличился кратно, я не знаю даже, сколько раз сейчас. За несколько лет, вот, быстро она выросла, понимаете, в каждом доме, не дадите мне соврать, в каждом доме по две машины, как она сегодня еще не имеет. Это, на самом деле, так и оно есть. Нужно еще учесть нашу национальную черту, мы не любим маловитражки. Да, с этим ничего не поделаешь, но мы действительно не любим маловитражки. Да, в основном не считаем свои расходы, то есть, дожим до понедельника, как говорится. Ну, пока удавалось доживать до понедельника. Кайбек Живопаевич, цена, отпуск цены на бензин, ну, вряд ли сделает, приведет к тому, что цена понизится. Всяком случае, в истории капитализма такие примеры, по-моему, неизвестны. Цена все время растет. Бензин, один из энергоносителей, который тянет за собой цены на всю линейку товаров народного потребления, продуктов, абсолютно на все. потому что все так или иначе перевозится с использованием нефтепродуктов. Это и железная дорога частично до сих пор работает, и весь автомобильный транспорт. Мы транзитная страна, мы сейчас строим международный транспортный коридор, множество ответвлений от него, то есть, мы рассчитываем на то, что мы в ближайшие несколько лет радикально разовьем сеть автомобильных дорог. Как оно соотносится? Как можно повышать цену на горюче-смазочные материалы и рассчитывать стабилизировать цены на продовольствие? У меня немножечко пазлы не складываются. У нас сейчас комиссии работают по стабилизации цен, и в то же время правительство отпускает цены на основной продукт. Понимаете, законы рынка говорят о том, что цены регулируются вообще рынком. По принципу спрос-предложения. Значит, раз мы на сегодняшний день не обеспечиваем, значит, не обеспечиваем потребность населения. Естественно, есть нехватка, как говорили, 30%. Естественно, цена будет расти. А если мы, три завода, будут полностью обеспечены, 100%, она будет падать. Не говоря, о Евразийском союзе. Она имеет свои положения. что примерно цены должны быть одинаковые, процентов даже 10-15%. Она должна... Ну, главный вопрос в том, обеспечении, дело не в ценах, даже если вы понимаете, да? Дело не в ценах. Вот если много будет бензина, то есть, будет обеспечено, 100%, если цена, она будет падать. Она, рынок сама отрегулирует. Конечно, на сегодняшний день я, конечно, не совсем согласен с теми, что правительство пустило свободную цену на 92-93 бензин. Так надо, это самый стратегический товар. Его надо регулировать. Надо, можно поднимать, поцепенду можно было поднимать на 10 тенге, на 15 тенге. Можно вот отрегулировать, понимаете, потребность в этом. Цена, я вот, уверен, что никогда цена вниз не пойдет уже после этого. Вообще, не должны идти. Как, понимаете, если будет она 100% обеспечена, как наш министр говорит, в 2017 году, если полностью будет обеспечена потребность населения, нефтопродуктами, 92-ми бензин, например, а тогда будет цена понижаться, возможно, и, конечно, при этом мы должны всегда, есть союз евразийский, сами знаете, поэтому с ними тоже насчитаться. В России выше цены за счет акцизов, я правильно понимаю? Да, у них там акцизы больше. То есть, мы в нашем евразийском союзе до сих пор не отрегулировали даже акцизы на основное топливо на самом деле? Правильно вы говорите? Вообще, раньше предлагали, та икона осталась на сегодняшний день, например, тогда было 100 долларов года два назад, помню, а у нас где-то около 5000 тенге с литра акциз берется. А у них там было три раза дороже в то время, 3,5. То есть, кратная разница в ставке. Поэтому, что один из поступлений бюджета или пополнение бюджета является повышением акцизов. Правильно говорите? На сегодняшний день настолько она рентабельна, понимаете? Я думаю, очень она даст свои плоды в повышении акцизов. Кобек Жукович, мы объявили программу индустриального развития Казахстана и еще несколько очень разумных и давно назревших и необходимых в стране программ. Каким образом мы сможем это сделать, если мы постоянно повышаем себестоимость собственной продукции? Одним вот этими ценами на... Конечно, я с вами полностью согласен. Мы не должны забывать о том, что у нас нехватка, то ли с этого можно сделать дефицит, понимаете? Слово нехватка и дефицит это разные понятия. Правильно с вами. А слово спекуляция к рынку ГСМ неприменимо? Ну, бывает. Очень хочется применить, честно. Да, иногда, да, я вот больше упомянул, есть некоторые компании, которые продают коммерческие индины, понимаете? Это есть спекуляция, то есть, видите ли, здесь вопрос очень сложный, надо создать комиссии с Акимата месяца, Национальная палата предпринимательства и правительство, диригит, надо, чтобы полностью привести прозрачность, потому что народ должен знать, куда слога уходит. Ну, то есть, от цены тонны нефти на скважины, до цены на выходе с завода. Вообще, по-хорошему, это должны быть открытые цены. конечно, цена сама, тут, когда мы полностью выясним, вот, что, она сама с собой, цена будет уже регулироваться, понимаете? Когда будем обеспечивать уже потребность каждой области, пускай там, да, избегать, вот, спекулянтов, да, можно найти все, вот, механизм надо продумать, можно сделать хороший механизм, который можно без всяких, например, вот, пускание все свободное, просто она регулирует. Надо, да, естественно, повышать, но постепенно надо повышать. Вот, Кайбек Жуубавич, для среднего человека на машине самый большой злодей в повышении цен на бензин всегда автозаправщик. Ну, вы, как председатель ассоциации олицетворения этого ежегодного зла, когда у нас повышаются цены. Как бы внятнее объяснить, какое место вы занимаете в этой цепочке? Я, по-моему, с вами согласен, вот такие вопросы коротируются. Цену же определяете не вы, до сих пор вам вообще ее проведение. Первый день, когда я сам поехал заправляться, все люди кинутся, меня вот, многие видят, вот, меня по телевидению, через вас там, и все вопросы говорят, что 150 тенге скоро будет. Я сказал, нет, ребята, это просто, чтобы возбуждение дефицита, понимаете? А наши автозаправочные станции без них получают от поставщиков товарищей компании через операторов. Если, например, в области есть доминанты крупной компании, например, сами знаете, Синоиды, Газпром, Гелюсь, Казмоногаз, которые на сегодняшний день где-то в пределах 50%, если я не ошибаюсь, примерно, я говорю, 40-50% они обеспечат именно вот, если надо, не больше. потребность оптовые поставки в области. Не, не только оптовые, и розничные поставки, я имею в виду розничные, и оптовые розничные поставки, они продают через свои сети, вот, и потребность где-то около 50-60% поставлять именно крупными компаниями на сегодняшний день. Сами знаете, на днях поставили 130 тенге, и наши мелкие компании, МСБ, малый и средний месяц, на 3-4 тенге ниже ставят. Они здесь 125 поставят, они наши естественно 120, так как наши через наш АЗС естественно неконкурентоспособные. Ну, они получают также от оптовых поставщиков, авто, поставщики, вот, где, так как мы говорили, цены не регулируются, раз цены не регулируются, они играют, понимаете, когда идут нехватки бензина, естественно, поднимаются, да, когда валом зимнее время, когда этих нефродок валом, естественно, цены падают прям до рентабельности, до нуля. Ну, вот это два раза в ход у нас зимнее время, вообще, и зимнее время нет, таких игроков, как говорит, испокулянт, вот таких, да, вот, последний, избегает, а как начинаются они хват, они появляются, естественно, есть другой рычаг управления, понимаете, темный рычаг, будем говорить, коммерческий, вот, вот это должен всплыть, должен показать, этим надо, этим надо заниматься, понимаете, когда, вот так я рассказываю, многому не угодишь, но главная наша цель это стабильность, чтобы за бензином, что не понеслось, другие продукты, например, социальные, вот, так они неизбежны, или неизбежны, сейчас все будут, да, все слазь, если че, вот, где ходишь, по базару, иногда за продуктами, вот, почему бензин подняли, как будто мы поднимаем, а поднимает, естественно, крупная компания, да, вальская компания, а как они поднимают, на самом деле, цены не поднимают, идет нехватка, раз нехватка идет бензин, естественно, вот это оптовый поставщик поднимает, вот, как сами заправщики на сегодня, как подняли, своя себе стоимость 108 деньги, 100 деньги было, примерно, оптовый цен, раз, на следующий день 130 деньги стало, почему они, все, чтобы два дня продать бензин, там еще целый месяц не сидеть, понимаете, или за 2-3 дня продать, первый день, например, нас собирали, вот, почему вы 108 деньги, вот, взяли, говорю, начали продавать, до того, а ваша себе стоимость, где-то в пределах до 100 деньги было, 97, 98 деньги, а почему вы 108 деньги не продаете, это, я говорю, ребята, говорю, я с вами совсем не согласен, тут дело, не в ценах, а дело в количестве, если вот этот бензин, мы 2-3 дня продадим по 108 деньги, то у нас через неделю будет уже ажиотаж, нехватка, вы встанете, у вас все станет, закончится запас, да, тогда получится ажиотаж, то есть, главная цель здесь обеспечить, понимаете, не говоря о ценах, вот, если по ценам пройти, вот, можно регулировать, постепенно, постепенно, надо цену было поднимать, ну, 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 что, до 130 деньги, если вчера, если не пускал, просто можно поставить 125 или 120 деньги, ничего не случилось бы, то есть, чтобы это не было шоком, резкое повышение, понимаете, мы внезапно какие-то вот, дело движения, внезапно, вот такие указы, да, свободно, плавлено, вот, я, конечно, совсем не совсем заглазен с этим, так как мы живем в кризисе, верим, надо именно, в такое время, кризис надо регулировать, надо, именно наше правительство, надо, нужно контролировать, чтобы, так как это стратегический товар, понимаете, овощи продукты, пускай не регулируют, да, вот, время, сезоны, а вот это именно стратегическое товаре, я считаю, надо. Везде и всюду, во время кризисов, правительство усиливает регулирование экономики, у нас, почему-то, сначала отпустили валюту, потом отпустили бензин, что отпустили дальше, что у нас еще осталось регулируемым правительством. Или главное, главное, отпустили, конечно, даже, курс доллара, понимаете. Мне кажется, что главнее бензин все-таки, курс доллара, он отражается только на тех, кто имеет дело с этим долларом, а с бензином имеют дело все. Я, конечно, совсем не согласен, конечно, главная цель нашей стабилизации, считаю, чтобы сабизизм можно было, например, просто поставить точку, например, на 40-30 тенге, сказать, вот, это возбежение все. Ну, надо регулировать все-таки, чтобы, вот, понимаете, что главное, вот, то, что вышел указ, да, вот, постановление о том, что свободный, вот, отпуск бензина, нерегулируемый, не продуман механизм, как говорится, бросил вот так, да, вот, все, как хотите, так и живите, вот. Это неправильно, считаю, надо, сейчас мы национальную палату, вот, отрабатываем, вот, все варианты, и мы хотим предложить, через национальную палату, центральную, вот, правительство, о том, что надо, все-таки, придумать механизм, понимаешь, что народ знал, да, вот, что мне будет завтра 150, а не будет за 200 тенге, а надо объяснить, например, в России, на сегодняшний, как хочу повториться, что 2530 тенге, розжигная цена, сразу подписали договора, сам, еще раз хочется повторить, если бы, министр, господин Карабайин сказал, 110 тысяч тонн, все, заводится из России, да, понимаете, все на трегулировку живут, да, это нормальное явление, но к нему надо подойти открыто, надо, считаю, на сегодняшний день, обязательно надо регулировать, дальше надо регулировать, надо, это, как, как строительство, за беден, все пойдет. Ну, то есть, теперь правительство с себя регулирование сняло, если я вас правильно понял, палата предпринимателей предлагает некий общественный механизм регулирования, то есть, на уровне ассоциаций предпринимателей, что называется, между собой будете договариваться? Конечно, вот, я не скажу, чтобы государство не было, оно регулировалось так, как они, мы помним, комитетами, у них есть права, на первые, они начали уже, не знаю, обосновываться, поднять, повышение на цену, уже у нас разослали уведомления всем, предпринимателям, всем ассоциациям уже, причине, вот, они по-своему там объясняют, вот, да, кто-то за какой по старым ценам, кто-то по новым ценам, однако цены, оптовые цены на сегодняшний, сколько я знаю, не поднялась, вот, понимаете, о том, главный вопрос, здесь обеспечение, еще раз повторюсь, это, то есть, пускай будет бензин, пускай чуть дороже будет, она пускай будет, чтобы, вот, то есть, сейчас с ценами играются розничники, это некий такой моральный реванш, до этого оптовики, вас, вас периодически наказывали своим взвинчиванием цен, теперь дали свободу розничникам, ну, естественно, они резвятся, нет, розничник получает оптовиков же, например, вот оттуда цену, например, да, если оптовики, например, цены не будут дергаться, она вот, вместо, например, 100 тонн, так примерно, условно говоря, будет подставлять теперь 50 тонн, понимаете, у них уменьшилось, теперь этот заправщик вынужден был поднимать, чтобы не продать за 2 дня вот этот объем, да, что хочешь продать, например, за 10 дней, там, за 2 недели, с пустыми танками, да, потому что у него там есть работники, все налога, оплачиваются, естественно, при этом сейчас пополнение бюджета уже увеличивается, за счет поднятия, повышения цены с одной стороны, но самое главное, восприятие народа здесь идет, понимаете, как народ воспримет, я бы сказал, конечно, где-то говорят, что много отрицательного слова, почему провести, типа, наш адрес, провести им видение, наверное, значит, самый главный вопрос, возбежание дефицита, ну, непродуманный, еще раз повторяюсь, непродуманный механизм, конечно, можно было не пускать пустую, вот, просто надо, цену поднять, да, 10-15 тенге, да, здесь, я считаю, ничего не случилось бы, можно было обеспечить, да, вот, ну, будет нехватка, да, ничего, не будет даже а та же, вот, помните, если вот, три-четыре года назад, у нас был дефицит, нехватка, когда заправки стояли пустые, ну, где-то 5-6-7, мне ваши коллеги задавали вопрос, всегда, постоянно, я говорю, почему вот эти заправки, на 5-6 заправок, не работа у них, нет бензина, есть субъективная, объективная сторона, я говорю, на 6-7 же есть АЗС бензин, вы мне скажите, ажиотаж, есть вообще скопление народа, машины, там, машины стоят, там, не двигаются, не было, да, есть нехватка, да, это есть объективная причина, есть нехватка, мы, то есть, недопоставили, где-то, что, цены поднялись, где-то, завод стал на ремонт, там, это нормальное же явление, то, что, как говорится, делать с мухой слона, я, не согласен, некоторые журналисты писали даже, бензин, чумкен, и бензин исчезла, а единосто, потом, встречался с этим журналистом, говорю, извини, дорогой, слово исчезло, что означает, говорю, 0, чок вовкетто, надо писать правильно, законы жанра, вы нас тоже извините, да, понимаете, народ неправильно поймет, понимаете, восприятие народа, я говорю, должен быть положительным, чтобы народ понимал, да, нехватка, есть нехватка, будет никому, это не доводит, 40, вместе 40 литров налет, 30-20 литров, меньше будет действие, ну, что делать, такое время, кризис, три завода не обеспечивают, что делать, надо выйти из положения. Есть два способа отрубать кошки хвост целиком и сразу, или гуманно, по частям и долго, вот нам сначала его отрубали по частям и долго, гуманно, а потом негуманно рубанули сразу, просто убрав регулирование. Ваш прогноз, во-первых, по запасам бензина в области, вы в интервью областной газете уже говорили, что по поставкам бензина у нас все более или менее благополучно, и я понимаю, что прогнозы эти совершенно строятся на песке, но все-таки на основании вашего знания рынка, ну, хотя бы приблизительно, стоит нам ждать резких скачков цен, или это будет плавное постепенное повышение. Бензин у нас есть в области? Однозначно есть у нас бензин, например, у нас сейчас завод полностью работает в полном режиме, нормально. Уборочная закончена, мы вступаем в зиму, время более или менее спокойно. Вот это по сей день заканчивается уже, все благополучно. Я не вижу таких скачков в ценах, понимаете? Так как, я еще раз повторяю, сам висиминстр, господин Караваин говорит, 110 тысяч тонн уже все подписали, уже заводится, да, вот. Все, теперь крупные поставщики, игроки начинают уже потихонечку падать. Можно вот сказать, где при делах цены можно упасть на 2-3 тенге. А все зависит от того, какое время завезут, понимаете? Где-то на достигнутой планке оно удержится. Да, оно будет держаться. А в будущем, о том, что повышение, понимаете, вот 4 года периода, вот сезона, именно вот это считается уборочным периодом, то есть в северных районах, то вот уборка. Это, возможно, какие-то скачки там, не на большие, возможно, 2-3 тенге, по моему мнению, о том, что уже обеспечивается, импортируется, идет импорт, при этом уже будет никаких, я думаю, не будет скачков. Возможно, 2-3, там, максимум 5 тенге, может быть. А до конца года, мне кажется, вот эта цена будет держаться. А в конце года она будет падать, так как, сами знаете, к зиме уже, все зависит от погодных условий, в зиме уже транспорт, полный где-то 40 процентов, около наших всех транспорт, будет останавливаться и уменьшится потребность всех регионов. Ну, то есть, как мы уже привыкли, нам ожидать через следующего повышения цен, где-то к весне, к начале болевых работ. Весне, наверное. Ну, все зависит, все, понимаете, от цены, от цены, уже, раз мы вошли в Евразийский союз, естественно, цена оттуда будет поступать сюда. Теперь не будет уходить на наш бизнес туда, например, в Россию. Ну, что ж, Кайбек Жайбович, я всегда восхищался вашим оптимизмом, но самое интересное в нем, что чаще всего ваши прогнозы по рынку горюче-смазочных материалов сбываются с соответствием почти тенге, плюс-минус несколько тенге. Спасибо вам за содержательный разговор, я надеюсь, что мы еще встретимся и по несколько более веселой теме, ну, например, когда цена на бензин начнет снижаться, и мы попытаемся выяснить, почему же это происходит. Это зимнее время. Вполне возможно и такое счастье. Я имею в виду существенное снижение цены. Спасибо. Спасибо вам в общем раз большое. До свидания. В эфире была еженедельная программа «Открытый разговор» с председателем Ассоциации автозаправщиков Южного Казахстана Кайбеком Камбаровым. До следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова